Дорослав, добро пожаловать на Geek of the Week! Привет! И у меня к тебе вопрос. Я слышал, что ты работаешь с госструктурами. Это легко? Нет, это не легко. Это очень трудно. А какие IT-проекты вы делали? Ну, мы делали для госструктурах, мы делали для ГАИ, мы делали для Национальной комиссии по финансовому рынку, для Интерпола делали. Еще несколько, но я не скажу. Денег там много вообще платят? Ну, вообще-то они не очень много платят изначально, но потом, когда привыкают к тебе, видят, что ты выполняешь свое дело и так далее, тогда уже можно заработать деньги. А что больше нравится, управлять собственной компанией или программировать? Программировать. Я люблю видеть много кода, люблю видеть много данных и люблю сам просто программировать. Поэтому я работаю ночью, когда никто не мешает, лампа просто, я работаю. Это приятно, это классно. Валера, у меня к тебе вопрос. Вот я знаю, что ты мобильный разработчик. Легко ли мобильному разработчику в Молдове? Для молдавского рынка, наверное, сложно, но очень много есть интересных проектов, которые приходят сюда, в Молдову, из-за границы. И заказчики остаются довольно очень высоким уровнем наших программистов. Я узнаю, что ты переезжаешь в Россию. Там будет лучше? Чтобы что-то сделать, надо встать и идти сделать. То есть там выше заработок? Почему? Почему Россия? Нет, я просто, наверное, настал тот момент, когда я хочу что-то поменять в своей жизни. Но ты вообще как считаешь, что программистам лучше жить здесь или переезжать куда-то в другие места? Программистам хорошо там, где есть интернет. А в Молдове есть хороший интернет? В Молдове есть хороший интернет, да. Ну вот смотри, программисты в Молдове получают достаточно много. В принципе, здесь можно хорошо жить на эти деньги. То есть считаешь ли ты, что нужно уезжать в другие страны, где платят еще больше, но может быть в общем потоке это будет уже не так много? Сказать сложно насчет заработка, потому что заработок – это, наверное, не основная цель. Это одна из основных целей. Но еще, чтобы было интересно, допустим, посмотреть, как тот же IT развивается в других странах. Что-то может поучаствовать в развитии в другой стране, кто в той же России поучаствует. Там у них довольно-таки развитые IT-кластеры, да. То есть это тоже какой-то новый шаг в развитии, программировании. Дима, у меня к тебе вопрос. В прошлой передаче у нас был Андрей и Паша. Почему они тебя не взяли? Вот засранцев даже не пригласили. Но на самом деле они именно те, кому стоит задавать вопросы. На самом деле они знают в этой сфере гораздо больше, чем я. Я в этой сфере гейм-девелопмента совсем недавно, но мне очень нравится. Кем ты был? Я работал программистом в банке, обслуживал банковские потребности внутренние. Ну, в принципе, тоже, так сказать, работа с людьми. Ну, а чем ты сейчас больше занимаешься? Программируешь на чем? Программирую на C++, делаю 2D-игру. В принципе, под OpenGL и еще мы используем Unity 3D. Тоже очень нравится. Классная платформа, мультиплатформенная для разработки. Бесплатно пользуете? Мы купили лицензию, да. Молодцы. Таня, привет. Вот здесь оффлайн-IT-шников, что ты здесь делаешь? Я сюда попала совсем нечаянно в связи с моим проектом, который начинался как социальный проект от Astro Group, который стремится помочь молодым профессионалам найти правильный путь в своей карьере, в своем карьерном планировании. В ноябре мы участвовали в стартапе, и с того момента мы начали заниматься IT тоже. Мы создаем интернетную платформу, которая будет как сервис знакомств для работодателей и молодых профессионалов. А я думал, ты пришла, потому что мы снимаем офис у твоего дяди, и как бы за компанию проследишь, как мы здесь. Ясно. Такой вопрос. Вот социальный такой стартап, а деньги откуда? Денег пока нет. То есть ты рассчитываешь где-то здесь их найти? Было бы неплохо, конечно, но пока с протянутой рукой я еще не ходила. Но, наверное, скоро придет и это время. Да, давай пойдем вместе с тобой. Пойдем? Пошли. Олег, вот у меня к тебе вопрос. Я знаю, что ты в университете читал какие-то курсы для начинающих ребят. О чем ты рассказывал им? Больше я рассказывал не о каких-то технических подробностях, а о тонкостях жизни программиста, его работы, которые ни в каких учебниках не сможешь прочитать. То есть, например, как лучше работать дома, на работе, в маленьком офисе, в большой компании. Вот такие вот подробности. Коля, расскажи про компанию, которую ты возглавляешь. Да, моя компания Криотего. Мы создаем шаблоны для WordPress и работаем по WordPress. На это можно заработать? Да. А ты вот недавно ездил в Штаты. Каков результат? Ну, результат, как можно сказать, положительный. Научился многому оттуда. И хочу то, что научился там, сделать здесь, сотворить в жизни. А инвесторов там нашел? К сожалению, нет. Но, может быть, в будущем. Удачи в поиске. Привет, Гео. У меня к тебе, как блогеру, вопрос. Недавно ты опубликовал фотоотчет о том, что происходило в Подуре-Домнязской. И что там было? На самом деле, в Подуре-Домнязской происходило очень много вещей. Надо посмотреть для этого на фотографии и узнать, что кроме убийств и политики, там есть очень красивые места, которые стоит увидеть на самом деле. Так что этим летом выходите из Кишинева, путешествуйте по Молдове, делайте фотки. Хорошо, спасибо. Другой вопрос. У тебя есть стартап Пуно Бери. Расскажи про него в двух словах. Это идея одного IT-стартапа, который где-то через недели, две, три будет открыт. Он должен решать проблему выполнения обещания пива, которые дают многие друзья друг другу и никогда не выполняют. Заходите на punoberi.eu недели через две-три, будет прототип, через месяц вы уже можете выставлять пиво друг другу. А у нас многие интересуются, что с проектом Dig Me Deeply? Закопали? Еще не закопали. Очень важная часть при создании стартапов – это способность фокусировки. Если ты делаешь много вещей одновременно, и особенно будучи специалистом, работаешь и в коммерческой компании, просто нет времени, чтобы сделать хорошие вещи. Поэтому лучше сделать по этапам разные проекты в разное время. Поэтому следующий это будет проект Dig Me Deep. Дорогие папа и сестра, как вам оффлайн? Отлично, все замечательно, очень понравилось. Я уже Антону это сказал, но повторение мать учения, совершеннолетие наступает в 16, 17, 18, давно это было, не помню когда, совершеннолетие этого мероприятия наступило с пятым оффлайдом. С чем я поздравляю, Антон, так держать. Спасибо большое. А Даша, скажи, пожалуйста, ты айтишница? Нет, но хочу ей быть. И поэтому ты сюда пришла? В принципе, да. Или потому что ты моя сестра? Нет, Антон, какие родственные связи? Зачем? У нас родственные связи не имеют значения. Хорошо, еще... Хорошо, Егор, такой вопрос. Сколько вы заработали на вашем проекте? Мы еще не монетизируемся. Но вам дали денег на него? Конечно. Сколько? Не разглашаем. Спасибо. Павел, добрый день. Ол Молдова. Хотели бы задать вам пару вопросов, можно? Ол Молдова, простите, это какой сайт? Я не знаю такой сайт. То есть вы не знаете, я хотел спросить, что вы думаете. Я слышал рекламу, там говорят, чел мой модерн веб-сайт. Хотел бы узнать, так это или нет, с вашей точки зрения. Я вот Антона Перкина знаю, Ол Молдовы не знаю. Антон... Хорошо, я его тоже не знаю. Такой вопрос. Вот вы были на офлайне, это офлайн айтишный, а почему вы здесь? Потому что, по крайней мере, 10% моего тела принадлежат айти, и 10% моего мозга принадлежат айти, поэтому я здесь. Вы готовы дать айти денег? Да. Спасибо большое. Надежда, добрый день. Добрый. Да, очень неожиданно. Я знаю, что вы представляете учебный центр Индекс.Наука. Хотелось бы узнать, какие курсы будут в ближайшее время. В ближайшее время, буквально через неделю, запускается курс PHP, первая часть. После нее будет, безусловно, вторая часть. Анонсируется Oracle, SQL. Правда, больше запросов сейчас по PL-SQL, но думаем, что SQL тоже будет запущен. Трехмерная графика, самая ближайшая. И программирование C++. C-Sharp уже идет. А если вы член ассоциации IT-специалистов, сколько дадут? О, это надо к Антону. 20%? Спасибо большое. Мы до ваших скидок не дотягиваем. 15 лет, 15% скидка. Будет 20, будет 20. Мне 20 лет, 20% скидка. Девушка, добрый день. Здравствуйте. Вы айтишница? Да. Почему? Потому что на мне это майка. Если вы снимете майку, вы не будете айтишницей? Буду. Хорошо. У меня больше нет к вам вопросов. Извините. Спасибо. 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 Спасибо.